можно сказать в общем смысле, что это приближение к Богу. Но понятно, что это требует изучения и понимания очень детального. И кому интересно, можно посмотреть, у нас сохранены все эти уроки, можно прийти и в них участвовать. Это сегодня в 6 часов. Сегодня вторник. А, вторник, наоборот. Ну, в общем, я пухаю туда. Нет проблем. Так начнем. Я как обычно пока в этом случае предпочитаю опираться на понимание простого смысла Тары и показать, что в нем есть интересного, как это делали раньше. Мы начнем с этого. Потом Натан изложит всякие сложные аспекты Чувы. А после этого у нас планируем спор между, насколько я понимаю, между Натаном и Димой. И мы вот обсуждали немножко за кулисами. И я привела там такой известный стих. И то, и другое. Слова Бога Элю-вээлю Диврей-лу-ким Хаим. И вот что значит Диврей-лу-ким Хаим? Слова Бога живого? Или Хаим относится к словам? Что слова, они живые? С точки зрения грамматики может быть и так, и так. И это само по себе поразительно, что та фраза, которая утверждает, что два различных толкования имеют одинаковые права, в ней в самом возможны два толкования. Почему я это упомянула? Потому что мы сейчас попробуем посмотреть на стихи, которые говорят о раскаянии. Сейчас, одну секундочку. Нет, это нету. Он меня не показывает. очень прошу прощения, я, может быть, какие-нибудь аппликации закрою. Вот. Все, нормально, правильно? Вот у нас глава 30 начинает. После того, как мы в прошлом разделе у нас было такое тяжелое описание тех бед, которые свалятся народу Израиля, если мы будем блог себя вести, безнадежное, трагическое, безвыходное. Просто такое впечатление на прошлом недельном разделе производила. Мы в этот недельный раздел вдруг выходим на... А? Слегка, все нормально. На объяснение, что это не конец, что есть выход, что выход возможен. И вот начнем первых пять стихов прочтем. там будет и дальше потом, но пока мы сосредоточимся на первых пяти стихах и будет, дальше написано слово ки. Как известно, у ки есть четыре разные значения. В данном случае я тут переведено было, когда я взяла, как было переведено из сифона, но надо понимать, что может это пониматься как если или поскольку. И еще как-нибудь. Сбудут изданы тебе все слова эти, благословения и проклятия, которые примешь это к сердцу своему среди всех народов, куда заброс у тебя Господь Бог твой и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаз его во всем, как я заповедую тебе сегодня. Ты сыны твои, всем сердцем своим и всей душой твоей. Тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих и сердится над тобой и опять соберет тебя всех народов и так далее. Вы можете сами прочесть и приведет себя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, будешь владеть ее и обладательствовать тебя и разнос тебя более отцов твоих. То есть это обещание Гюли, то есть возвращение, избавление, спасение, то, что будет в конце. Будет когда. Если мы прочтем это так, что это обязательно должно случиться. вот я вас отправлю во все стороны мира, когда мы туда эти благословения и проклятия сбудутся с вами с этим проклятием, то тогда человек задумается и примет это к сердцу, это он задумается о том, что обо всем народ задумается, обо всем, что с ним произошло, и там он обратится к Богу. Это обязательно все должно случиться. То есть это одно прочтение. По первому прочтению все это у нас типа пророчества. Так обязательно должно случиться. Одно следует из другого. Поскольку ты окажешься там далеко среди Гоев, среди других народов, то ты задумаешься и обратишься к Богу. Обратишься к Богу, Бог тебя вернет. На самом деле можно читать совсем по-другому. Когда он тебя туда забросит, если ты примешь сердце ему, и если ты обратишься к Богу, то тогда возвратит Господь. Это совершенно непростой вопрос, потому что совершенно легитимно можно по грамматической структуре прочесть так и так. То есть возможно это пророчество, возможно это условие. А есть что говорят, что это заповедь. Именно здесь сказано, что ты должен обдумать свою жизнь как народ. И если обдумаешь и обратишься, то тогда вернуться. Понятен вопрос, да? У нас есть два прочтения, какой из них правильный. Ощущение возникает, что оба прочтения должны быть правильными. И поэтому, но из них совершенно возникают разные концепции. В Талмуде есть известные разногласия между Раби Лезером и Раби Ашо, зависит ли избавление от раскаяния от Шувы или не зависит. И они там перебрасываются словами из пророков. Каждый находит свое доказательство того, что нужна Шува или не нужна Шува. Насколько я понимаю, есть там два варианта прочесть талмудической дискуссии. Один вариант, что Раби Лезер там замолчал, и люди говорят, что он замолчал, потому что ему нечего было ответить. А второй вариант надо прочесть контекст, последние цитаты, которые Раби Ашо приводит. И из этой цитаты на мой взгляд следует, что мы не знаем в результате, как будет Шува. То есть они не знают. Сегодня мы уже немножко лучше знаем, как она происходила. И вопрос, действительно, как она происходила? Из-за того, что мы вернулись к Богу? Или просто это должно было произойти? Должно было произойти это возвращение? так или иначе, секундочку. Следующие стихи, они продолжают нашу тему. Что будет дальше? Если мы читаем это все, что будет дальше, и обрежет Господь Бог твой, сердце твое, для большей чести. И сердце потомство твое, чтобы любить Господа Бога твоего, всем сердце твое, всем душой твоей, ради жизни твоей. Они вернулись к Богу, но сердце у них еще не обрезано, они еще не очень его любят. Но если вот после того, как Бог возвратится, вот тогда Он сделает нам что-то. То есть, на самом деле, это действие с нашей стороны. Я специально действие Бога, я их немножко сдвинула по раду, а действие наше оставила не сдвинуто. То есть, на самом деле, уже после возвращения, после начала избавления и собирания рассеянных, происходит какой-то еще дополнительный этап обрезания сердца, то есть, способность любить Бога, то, что, в общем-то, очень важно для продолжения этого процесса. И дальше со стороны Бога, и обрати Господь Бог твой, все проклятия эти на врагов твоих, на ненавистников твоих, которые преследуют тебя. А ты опять служиться будешь глазом Господа и будешь исполнять все заповеди Его, которые я заповедую ему. Опять, есть некоторый дополнительный этап, если мы смотрим на это, как на историческое обещание, что так вот оно все должно быть. И даст тебе Господь преимущество во всяком деле рук твоих, уже больше обещаний, чем раньше. Вот если так, то тогда уже будет благословение во всяком, во всех делах, и в плоде скота твоей, и в плоде земли своей, все будет вообще очень успешно. И если будешь, слушаться глаз Господу твоего, соблюдая заповеди его уставы, написанные в книге учения этого, так как обратишься к Богу твоему всем сердцем твоим и всем душой твоей. Это завершение, оно параллельно началом. Мы когда-то говорили о хиазме, так это какой-то тип хиазмы. В середине нет у нас такой параллельности, а вот последние два стиха параллельно, последние стихи параллельно первым. Только тут есть одно изменение, что там разные слова, когда обратишься к Богу. В десятом стихе человек на более высокую ступень поднимается, или народ поднимается на более высокую ступень, конечно, это все в общем-то говорится о народе. Так что, что я хочу сказать? Во-первых, на каждом этапе мы можем спросить себя, где это условие, или это предсказание? Это заповедь или независимо от чего это произойдет? Независимо от нас, что это исторический процесс, предвиденный заранее, божественное управление? Или понятно, мне кажется, что прочтение неслучайно допускает два взгляда, что на каждом этапе мы можем сказать, ну вот здесь уже требуется наше вмешательство. почти на каждом этапе, да? А во-вторых, вопрос, как вам кажется, на каком этапе историческом мы сегодня, если рассмотреть это как историческое предвидение, даже если оно условно, даже если оно зависит от нашего раскаяния и нашего поведения в дальнейшем. Где мы сейчас находимся? Это вот вопрос. Обратил ли Бог твое все проклятия эти на врагов твоих? Да, он нам преимущество во всех делах наших. Обрезал ли наше сердце и так далее? Вопрос. Я уберу этот текст, да, как ты думаешь? Ну, по-моему, тут так поставлен вопрос, что ответом на него является вопрос, да, как мы видим, что на этой теме как раз и раскололось израильское общество в 20 веке примерно пополам, да, одни считают, что вот мы должны это сделать, другие считают, что мы должны ждать, все произойдет само собой. И постоянно и у нас тоже дискуссия, и сегодня мы тоже говорили в чате, и на прошлой неделе, когда изучали, тоже поднимается постоянно вот этот вопрос, да, на каком мы этапе и судя по тому, что как и в Талмуде, да, как я узнал, как вы говорите, не было решено, да, но, видимо, каждый должен сам, сам... Некоторые считают, что... Ну, есть еще другой ответ там о Мураеве, извините, что я перебила, если вы уже упомянули, да, я хочу уточнить, вот эти два Таная, то ли мудрецы Мишны, Раби Ашу и Раби Алиеза, там непонятно, то ли Раби Ашу победил, в смысле, что избавление не зависит от раскаяния, от Шувы, или его аргумент последний был, что мы можем предполагать, а знать мы не знаем, поэтому Раби Алиеза промолчала, но есть еще другие ответы, есть ответ известный, что так или иначе оно будет, спасение, если или вовремя, или может быть раньше, если мы раньше раскаемся, ну, так сказать, по этому поводу, действительно, но мне очень нравится, да, что, что, да, что это как раз вот это двойное восприятие, то, что вы говорите, оно отражает сегодняшнюю ситуацию, да, извини, если я перебила. Ну, да, и неудивительно, что в Талмуде нету однозначного решения, видимо, есть какой-то период, да, пока у нас есть выбор, каждый сам решает, вот, ну, то есть, это опять же тот же спор, когда считать, что пришел рассвет, да, там, или закат, там, когда появились первые лучи, или когда уже там солнце полностью взошло, вот, то же самое, что сейчас Геула, да, как бы появились первые лучи, Геула началась, то есть, одни считают, что началась, значит, Геула идет, другие считают, что мы будем считать, что Геула пришла, когда это станет окончательно ясно, вот, судя по всему, мы находимся вот в таком пространстве зазора, когда у нас еще есть выбор, и каждый выбирает для себя, в каком процессе он находится, да, либо уже начавшимся, либо еще не начавшимся, но в какой-то момент дверцы, видимо, будут закрыты, и уже станет окончательно ясно для всех, где находимся мы. Ну да, там можно предположить. Спасибо. Мне кажется, с другой стороны, как бы, Мария, то, что ты описал, ну, теоретически, может быть, это так, но практически-то не так, практически выбора нету. поезд не идет, поезд стремительно несется. Те, которые не понимают, что все происходит, они, бодиават, то, что называется, а после они будут объяснять, почему хеланим продвигали, почему это худспа, что худспа – это начало геулы. ну, поезд-то идет, просто вопрос заключается в том, кто его толкает, и кто в этом участвует. Но то, что реально, реально, эти обсуждения сейчас, они более-менее нерелевантны уже. Сейчас уже, на мудр, они нерелевантны. Ну, я не согласна на 100%. Мне кажется, что никогда у нас нет уверенности 100%, нет у нас полиса, то, что называется, полис страхового полиса, да? Да. Всегда возможно, чтобы стало хуже. Есть такое правило, не помним у кого. Все, что может испортиться, испортится. То есть, не обязательно испортиться, но от нас очень, ты считаешь, от нашего поведения, от того, как государство будет функционировать, ничего не зависит, это совершенно неочеренно. Но пусть идет, как бы его уже не остановить. Все может случиться. Все может случиться. Мы должны это осознавать, поэтому вот этот такой двойственный взгляд на это, это очень важно. С одной стороны, да, есть исторический процесс, который Всевышний управляет, и он привел нас в эту землю, и он решил, что так должно развиваться все. И дал нам силы. Но это, тем не менее, не не ликвидирует, не лонг-отель, как сказать, не убирает второй смысл. То есть, ты всегда должен понимать, что от тебя многое зависит. Никуда от этого не держишь. Есть вещи, которые от меня не зависят, например, куда меня там судьба сунул сейчас. Ну, так получилось. Не я это выбирал, например. Но, тем не менее, там, где ты находишься, ты всегда должен помнить, что от тебя очень многое зависит. А иначе вполне возможно так. Такое у меня ощущение. Окей. То есть, на самом деле, все совершенно верно. И поезд идет, но с другой стороны все зависит от нас. То есть, не случайно, когда, ну да, то, что я предверила этим всем, и то, и другое, слова Бога, живые, живого, и Раби, это два тана, это разногласие между двумя танами, это вещь такая, которая фундаментальная, можно сказать, даже по философским вопросам. И то же самое по галактическим вопросам. Это, как говорится, есть такой мудрец, Раби Шимон Барюхаев, многие его знают, по истории, как он сидел в пещере, но в галактической области очень во многих вопросах он идет по облегчающему мнению. У него свои подходы, неважно почему. Есть такое высказывание, достаточно Раби Шимон, авторитетен, чтобы мы могли, в крайнем случае, опереться на его мнение. Да, поэтому, даже в тех случаях, когда Галахаев в общем случае не идет по его мнению, в крайнем случае, можно на эти мнения. То есть, мнения Танаев, они очень существенные. Вот. И поэтому, ни одной из них нельзя. списать. Может быть, она, ну, неважно. Может быть, зависит от раскаяния, может быть, не зависит, а может быть, зависит от определенного раскаяния. можно я чуть-чуть добавлю? У меня есть такая мысль, что само по себе понятие прижизненного избавления не знакомо другим религиям. Некоторые прижизненные награды прижизненного избавления, и это именно дает нам возможность жить спокойно, жить в радости. То есть, мы знаем, что прижизненное, мне тоже так показалось, что мысль просто, ну вот, и тогда сохранены нервы, я просто на себе это поняла. Как пришел иудаизм, я перестала кричать, вообще повышать голос, понимаете, это произошло автоматически. Нет раздражения, нет давления, нет уничижения. И вот на самом деле прижизненные награды избавления. У нас все орут, например. Ну, у кого у вас, я не знаю. В Израиле все орут. В Израиле все орут. Просто громко разговариваем. Мы просто громко разговариваем. Никакого успокоения нет. Я не пойми. Ну вот, я знаю, что при жизни возможно. Я хотела сказать секундочку в скобках, я вернусь к вам, Виктория, что на самом деле наш отрыв, конечно, говорит про народ. Но вполне, поскольку это общие схемы, конечно, можно его применить. И в частном случае тоже. То есть, с другой стороны, человек, который понимает свое родство с народом, и не только с народом, а со всем человечеством, с общей идеей избавления, он понимает, что он часть этого процесса, и оно действительно оптимистично. Да. Виктория? Извините, я вас прервала. Да. А, не, я уже все. Ну, в общем-то, вот так вот. Это помогает, понимаете, позитивно смотреть на мир. То есть, иметь позитивный взгляд, собственный хороший глаз на все. Усматривать во всем изначально хорошее, с чем ты можешь контактировать. Изначально пытаться увидеть вот это. Если ты не видишь, ну, отойди в сторону. Ну, и все. Никаких проблем. Спасибо. Окей. Гатарин. Да. Слово тебе. А, слово мне? Замечательно. Гриш, ты хотел что-то сказать? Я думаю, если кто-то еще что-то будет сказать, мы будем... Гриша, вас не слышно? А сейчас слышно? Да, сейчас слышно и видно. Ага. Я хотел просто вопрос задать. Вот последние недели об этом постоянно думаю. Вот этот шува, это раскаяние, это обязательно должно быть связано с судьбой еврейского народа? Или нет? Вот, например, ну, вы знаете, что происходит в соседней с нами стране? Вот, это просто ужасно, на самом деле, просто ощущение такое, что вот побеждает зло, и хоть ты тресни, ничего невозможно сделать с этим злом. Вот. И дальше начинаешь думать, для того, чтобы его победить, нужно, чтобы что-то изменилось в России. В России не изменится. Вот, то есть, абсолютно заколдованный круг. И постепенно приходишь к такому выводу, что же получается? Значит, тогда нужно только присоединяться к своему народу полностью, к еврейскому, ехать в Израиль, создавать европатическое государство. Это правильно. Вот это правильно, Гриш, вот это правильно. И только тогда Беларусь... У разных людей, мы уже сегодня об этом говорили, у разных людей они выбирают разное. Гриш, лучше из Израиля будешь думать всем сердцем про Беларусь. И вот я тебе предлагаю такой вариант. Когда будешь говорить про близкие нам страны, будет не очень понятно, ты про Бахрейн говоришь, Сирию, Орданию или про Беларусь. Да. Нет, если серьезно, подход должен быть именно такой. Да. Смотри, давай. Ну, Григорий, у вас все-таки немножко другая ситуация, не такая, как у Гнейновых. и даже у других Беларусь, я имею в виду, но даже и в такой ситуации человек решает для себя, что для него правильно. Люди очень разные бывают по характеру. Некоторые выбирают путь борьбы, например, у меня мои друзья-диссиденты до сих пор в России и до сих пор пытаются с чем-то бороться. Это их выбор, это их путь. Другие решают иначе. Или может просто оставаться и быть. Как говорил когда-то Фазиль Скандер, у него был такой рассказ про Германию. Встреча с немцами, немец ему там что-то пересказывал из своей... Ну, неважно. И он ему тогда сказал... Ну, вообще-то это намек, я думаю, на Россию тоже в большой степени. И это теме сказал, что в таких страшных ситуациях иногда достаточно человеку просто сохранять чувство порядочности. То есть там, где он ничего не может сделать, оставаться порядочным, это уже большое дело. Это мне пришло на ум. То есть подход может быть очень разный. Какую дорогу себе выбрать? И нельзя сказать, что есть один правильный выбор для всех. Но ситуация в мире, она вот так всегда. То, что когда Израиль был рассеянный, жуткая национальная трагедия. То, что сейчас происходит, оно ужасно, конечно, но с другой стороны, это не... Можно надеяться, что это исправится. Не то, что надеяться, мы как бы верим в том, что все исправляется. Мир постепенно улучшается, исправляется. Его иногда качают отсюда, туда, сначала в одну сторону, потом в другую сторону, но постепенно, как сказал Натан, процесс идет. И я думаю, чем больше Израиль будет оказывать влияние на весь мир, тем он пойдет более активно. Может быть, снизу, а не сверху. Не знаю. Хама, а является ли это любовью к Богу? Вот такие вот переживания. Вот даже если взять евреев-революционеров в России, которые хотели, так сказать, для всех справедливости, это была любовь к Богу? Сложный вопрос не знаю, откуда я знаю. Я думаю, что может она таким образом выражаться, но в каждой отдельности случай, это только Всевышнему известно, сколько там было искреннее стремление справедливости, сколько личных амбиций и обид. Это вообще очень сложный вопрос, поэтому я не могу в общем совершенно и целом на него ответить. Думаю, что никто не может. Но некоторые искренние, некоторые очень позитивные вещи в борьбе против несправедливости безусловно есть. И это то, что хочет от нас Всевышний. Чтобы мы построили мир исправленный, чтобы мы исправили мир, чтобы исправили себя, чтобы исправили свой народ, чтобы исправили все человечество. До этого еще довольно далеко. Я не настолько оптимистична, чтобы думать, что это будет через 10-20 лет. Ну, может быть, и будет. Окей, давайте продвинемся чуток, хорошо? Давайте сделаем, я предлагаю сделать такую штуку. У меня такая забойная сейчас выступление будет, мне кажется, сейчас народ так заведется, вообще говоря, будут различные аспекты чувы. Я даже сейчас сделаю как бы шер ивритского теста для того, что те, кто знает иврит, они будут вместе со мной читать, потому что там не все понятно. Мне кажется, что я основной контур понял, вот, но будет лучше вместе разбирать, а вот потом, потом, я думаю, что после этого тоже поднимутся всякие вопросы, что такое шува, да, и какие есть аспекты, и мы можем продолжить разговор, тем более, что и в чате, в телеграме тоже были вопросы. Окей, хорошо? Итак, значит, смотрите, да, сейчас появится текст. Вот такой есть текст, но те, кто иврит, не понимает, неважно, те будут слушать мой голос. Вот мне эта статья, она мне совершенно дико понравилась, просто величайшим образом как-то вот разные элементы, и вы сейчас увидите. Ну, только я тебя прошу, ты скажи, кто автор, потому что, знаешь, мы же все говорим о спасении, не, секундочку, о спасении, избавлении, у нас есть такое общее понятие. Тот, кто сообщает слова по имени того, кто ее перезал, упоминает, приводит спасение, поэтому упоминай. Сто процентов, сто процентов. Вот, пожалуйста, вы видите здесь, вот этого человека зовут доктор Габриэль Хазут, он написан из основателей организации, которая называется МИДАТОВА, ну, всегда такие вещи трудно переведить по-русски, что-то типа хорошая мера, добрая мера, уравновесие, что-то в этом, в этом, да, который занимается исследованием еврейской логики, ну, да, Игайон, не, 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 а Игайон вообще, не важно, но, в общем, он занимается как бы еврейской логикой, еврейской философией, и дальше написано новым способом или новым подходом изучения Талмуда в эпоху компьютеров, да, что-то типа, ну, то есть, как бы, это связь нового, старого, окей, хорошо, ну, продвинемся вперед. Итак, смотрите, начинает, он и говорит такую штуку, у понятия шувы есть, можно выделить два основных аспекта. Первое, это ответ на вопрос, шува, это как по-английски answer, есть question, есть answer, шува, это ответ на вопрос, да, вопрос или проблему, у человека есть проблема, шува, это ответ, да, а с другой стороны, да, это, вот это некоторое сейчас будет общий, как бы, термин, формулировка, это процесс возвращения в предыдущее духовное состояние. Я сейчас, как бы, предвариваю и скажу, что все, что сейчас дальше будет, смотрите, тут, как бы, логика развития, она такая, будет обсуждаться шува, как динамический процесс, как процесс, связанный со временем, как процесс, который движение, и когда есть движение, то, когда мы говорим о движении, сейчас это будет разбираться, речь идет о том, что движется откуда-то, куда-то, и, соответственно, с этим меняются, поэтому все, что у вас до сих пор, вы, как бы, считали, что шува, или вы слышали, это раскальничек, бьет себя в сердце, это все более-менее, как бы, получается некоторая статика, я стою на месте, вот, я что-то такое делаю, и называется странным словом возвращение, а вот он очень интересно, он подходит, как бы, к простому смыслу слова шува, шува в смысле движения, и давайте посмотрим, куда нас приведет, потому что это приводит к совершенно поразительным выводам, он говорит, что у общей, как бы, знаменателю этих двух подходов, сейчас мы посмотрим, какой общий подход, какой общий знаменатель этих двух подходов схематически, значит, те из присутствующих, которые физики, математики, вот я предлагаю им так сильно за мной следить, потому что я это несколько раз перечитывал, мне кажется, общую схему я понял, но может быть, может быть, что-то и не совсем, и так, как в задачке по физике, да, движение из одной точки в другие, так, мы получаем, у нас есть три основных ингредиента, три составляющих, да, для того, чтобы объяснить процесс шувы или возвращения, первый называется накудаалов, накудаалов это точка, что такое точка, это называется, он ее определяет как изначальная точка, или по-русски это точка исхода, по-моему, откуда паровоз движется, с одного места в другое, это точка исхода, это накуда там уца, точка исхода, окей, дальше, у нас есть вторая точка, называется накудат бет, это, он ее определяет как накудат мы циют, это точка, в которой я нахожусь сейчас, это та точка, куда пришел человек, значит, из этого мы уже понимаем, что изначальная точка это какая-то точка, которая когда-то существовала, из которой из этой точки А человек дошел в точку Б, там, где он существует сейчас, да, и еще есть третья составляющая, третий ингредиент, да, который называется Тну А, Тну А это движение, почему, потому что если у нас нет движения, то у нас не может быть движения, то у нас не может быть перемещения из точки А в точку Б и наоборот. Так вот, теперь смотрите, какая интересная штука, меня это поразило, я надеюсь, что у вас тоже. Он пишет так, в процессе Чувы человек, ну, как бы в кавычках, вот это слово стоит в кавычках, он опускается из своего духовного состояния, в котором он был в точке А, в состояние более низкое, которое называется точка Б. А вот когда он осуществляет обратное движение из точки Б в точку А, мы это называем хазара Бетшуа. О, как! Смотрите, как интересно, само слово Тшуа, оно сложное. У меня есть некое непонимание, может кто-то понял лучше этот текст. Давайте еще чуть-чуть, сейчас, давайте, я предлагаю такую штуку, чуть-чуть продвинемся вперед, на сегодняшний момент мне тоже не очень понятна одна вещь. Он говорит, что вот эти, эта схема, она общая и для ответа, и для возвращения, правда? Но с точки зрения ответа, это как-то не работает. Я вот читаю задачку учебники, и мне нужно найти ответ. Просто в описании, на куда А, на куда Б, это понятно, у меня там есть место, где я на Харкос, я хочу найти ответ на решение, я должна к нему продвинуться. А вот со спуском не очень понятно. Смотри, поскольку мы сейчас пойдем отсюда, от простой физической задачи, мы дойдем до мироздания, мы дойдем до понимания того, что Тшуа, как процесс, была создана до сотворения мира, то, понимаешь, что мы пойдем настолько глубоко, мы пойдем... Это понятно. Она перечислена в числе вещей, которые были созданы до сотворения мира. Поэтому понятно, что сейчас то, что мы привели вот эти физические... Но вопрос, насколько, какую роль здесь играет именно параллельность с ответом. Я не знаю. С ответом? Окей, Седер, оставь пока ответ. Может быть, мы это увидим. Оставь пока ответ. Окей, передальше. Я могу предположить, что вопрос, это движение из точки А в точку Б, а ответ это движение из точки Б в точку Алиф. Да, еще интересно... Хорошо, хорошо. То, что ты говоришь, это правильно, потому что я хотел подчеркнуть, что у нас вот есть еще есть, кроме сложного понятия Тшуа, которая здесь возвращается как процесс, состоящий из трех точек, то есть перемещение из одной точки в другую, но кроме того, это еще обратный процесс, возвращение из точки, где ты находишься, в другую точку. И это называется Хазара Бетшува, которое, в принципе, переводя на русский язык, это как называется тавтология? Потому что Чува, Чува, это возвращение. Хазара, это тоже возвращение. То есть, это некоторое возвращение, возвращение. Это получается, вообще говоря, двойное движение. Я надеюсь, что я вас не слишком сильно запутал. Давайте продвинемся вперед. На самом деле, вот это вот Хазара Бетшува, это странная штука, да? Вы сейчас увидите, почему. Мне кажется, что я понял. Потому что в конце нам будет сказано, что это движение, Чува, это процесс, который связан с динамикой развития всего сущего. И поэтому этот процесс, он постоянен. И поэтому вот это движение, скажем, туда-сюда, обратно, туда-сюда, обратно, он является динамикой постоянной. И поэтому это есть не только Чува, но есть Хазара Бетшува. Окей, продвинемся дальше. Теперь дальше, что он пишет? Он пишет, что, как бы, формулировка движения, да, или определение движения, возможно только, когда мы вносим параметр времени, который сам по себе является абстрактным понятием, и он является, как утверждает автором, одним из, одним из сотворенного, одним из, я не знаю, предметов, даже не предметов, одним их мусагим, одним из, одним из, как это, параметров состояния вообще всего созданного. Это параметр времени. Теперь дальше, движение из точки А в точке Б, оно возможно только, когда эти две точки, они разделены. Они выделены, выделены, и разделены друг от друга. Потому что, если это не так, то тогда эти две точки, они соединяются вместе, и невозможно определить между двумя состояниями. То есть, нету спуска, гереда, и нету, называется, хазара, и нету возвращения. нету возвращения с вопросом, и нету возвращения с ответом. Смотрите, есть очень много терминологий, но терминология, она настолько, как бы, составляет саму, саму материю, вот, шувы, да, что нам все-таки надо как-то это, чтобы оно звучало в ушах, да, в обычной израильской речи, что называется, хазара бешейла. Хазара бешейла, это когда человек оставляет религию, или, во всяком случае, в формальном понимании соблюдения, митцвод, и возвращается к секулярной жизни. Это называется, возвращается к вопросу. Я тоже, я сейчас, мы не будем это разбирать, но меня всегда это занимало, да, почему вот этот процесс, который я определил как секуляризации, секуляризации, он называется, возвращение с вопросом. Хотя мы, мы единожды с гордостью говорим, что весь иудаизм, это задавание вопросов. У меня не получается, что человек, который реально задавал вопрос, он выходит, он выходит из иудаизма. А человек, который возвращается в иудаизм, он называется, хазара бешува. Так вот, здесь тоже интересно. Если мы понимаем шуву как движение, то можно сказать, что он возвращается к движению. А если мы это понимаем по-простому, что он, возвращается, получив ответ, то это, на мой взгляд, достаточно примитивно. Потому что получается, что как бы в религии человек спросил, получил ответ, ну все, дошел. Но это неправильное понимание понятия шувы. Конечно, то, что такой термин создали, это, безусловно, неверное понимание шувы, извращенное, я бы даже сказала. У вас вот есть на все ответы, а вот у нас есть вопросы. Тем не менее, процесс называется хазара бешива. Вот это ошибочный термин, на самом деле, но мы им пользуемся. А, окей, это да. Да, ну хорошо, это да. Хорошо, но тем не менее, тогда мы можем сказать так, что эти два термина, которые укрепились, ну не знаю, в социальной жизни, они действительно неправильно отражают действительность. В общем, мы ее понимаем не так, это некоторое упрощение. Но тем не менее... Нет, мне кажется, в этом аспекте как раз становится понятно, что если, как тут написано, опускается, да, из точки Али в точку Б, тот, кто возвращается к вопросу, он продолжает опускаться в точку Б, то есть в ту точку, где он поймет, что к нему обращен вопрос и найдет на него ответ. То есть он продолжит свой спуск. Прекрасная интерпретация, по-моему, да. Я в таком не думала никогда. Окей. Именно параллель между вопросом, там, задачкой или чем-то, то, что она меня опускает, я... Все было нормально вроде, а тут меня спрашивают из пункта А в пункт Б прошел поезд, и я не могу из этого заснуть, и я куда-то опускаюсь, пока не найду, с какой скоростью он шел. Ну, а где-то ожидать только тот, кто слышал вопрос, да? Тот, кто вернулся к вопросу, он вопрос не слышит. То есть ему вначале нужно услышать вопрос, то есть обращение с всевышленным человеком. Классно, классно, замечательно. И потом только прийти и начинать отвечать на него. Да, но я обращаю наше внимание, что мы сейчас были в точке, когда мы говорили о том, что время и движение возможны только, когда есть Афхана, есть понятие различия между двумя точками. То есть когда этих двух точек нету, и нету понятия, что они разные и не совпадают, то нету, как он говорит, и нету задавания вопроса, и нету получения ответа. То есть, по-видимому, для того, чтобы началась движуха, грубо говоря, должно быть прежде всего реальное осознание о том, что есть как минимум две разные точки, два разных состояния. если человек не осознает, что эти точки разные разнесены, то, по-видимому, никакой движухи не будет. Это я говорю. Ну, такое, видимо, следствие из этой статьи. Да? Продвигаемся дальше. Это то, что он говорит. Если нет Афхана, если нет различия, тогда это мацап стати, тогда это статическая ситуация. При этом он подчеркивает, что вот эта ситуация статическая, она не существует в человеческом бытие. Хавая по-русски перевести невозможно, я перевожу словом бытие. Это экспириенс, да? То есть, человеческий экспириенс – это движение. Без движухи ничего не бывает. Переживание, можно сказать. Ну, переживание. Да, хотя по-русски это переживание, это Анна Кариняна. Ну, неважно, хорошо, правило? Ну, не обязательно. Окей, ну, не обязательно. Окей, но переживание – это что-то такое, да? Окей, представляете. Экспириенс – это бытие, все-таки мне кажется. Но неважно. Хавая, хавая инушит. Это супер. Окей. Итак, дальше. Мы получаем, что первое условие для процесса тшувы, да, это процесс разделения. Человек понимает, что есть, человек понимает различия между двумя точками. Дальше. Второе, второе условие процесса тшувы, это, как было сказано выше, ну, а я могу сказать слово движуха. Скажите, движение, движуха, тоже прекрасное слово, да. Или, если мы будем пользоваться параллельной терминологией, то это время. И дальше. Возможность различия между двумя ситуациями, возможно, он пишет только после прохождения определенного времени. Это тоже очень интересно. Мне кажется, это дико интересно. То есть, человек может осознать, что у него было состояние А, а сейчас состояние Б, когда прошло какое-то время. Это заметка. Итак, пишет. И это смысл того, что сказано. Теперь мы начинаем опускаться от физики или подниматься в более как бы абстрактные, можете сказать, каббалистические, мистические, какие угодно термины, следите за мной, да. И он пишет. И это смысл того, что сказано. Есть такое известное, очень сложное выражение, которое по-русски можно перевести так. Что тшува, в скобках скажите, как процесс, как понятие, как движение, как основа жизни, она предшествовала творению мира. Если это сказать по-простому, как я перевел, да, то практически понять невозможно. Однако, однако, сейчас посмотрим, что все-таки, ну какая-то логика в этом есть, мы можем хоть как-то это понять. Итак, продолжая дальше, мудрецы сказали, да, что есть еврейская традиция, есть семь предметов, вещей, скажите, как угодно, которые предшествовали сотворению мира. Я тоже это не очень понятно, но это я оставляю как бы на ваше рассуждение, на ваше понимание, что означает вещи, которые предшествовали, или объекты, которые предшествовали сотворению мира. То есть, как бы они не часть мира, они же строили до этого, но тем не менее, выношу это за рамки обсуждения. Наверное, мне представляется, что как бы есть какие-то предметы или объекты, которыми, не знаю, настолько находятся, вынесены высоко вне человеческого бытия или мироздания вообще. Поэтому они были созданы до этого. Итак, какие они перечисляются? Тара, понятно, да, тара как учение закон, цува, это то, про что мы говорим, ганедан, геном, 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 это понятно, то, что по-русски переводится райский сад, это не совсем так, но предположим так, геном, переводится ад, тоже не так, но тем не менее, да. Кисэ, 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 Кисэ Кавод. Кисэ Кавод, по-видимому, это понятие из Кабалы, и речь идет о престоле славы. некоторое символическое понимание как бы место где не то что обитает всевышний кто обитает его слава не будем сейчас на этом останавливается дальше говорится еще быть мигдаш да и имя машеха вот это пришли 7 вещей перестанавливаться на том что нам сейчас дорого и важно а именно тшува дальше вот есть он про это здесь не пишут что он считает что его читатели они это знают я посмотрел откуда это а именно есть 90 псалом эти в 90 90 псалом у меня на другом компьютере я переду переведу то что написано там есть две следующие фразы они ассоциируются с тем что мы о чем мы говорим послушайте и так сказано 90 псалом 2 2 стих прежде чем родились горы из из прежде чем родились горы и создал ты землю и вселенную и от века до века ты бог а дальше дальше идет потрясающая фраза доводишь ты человека до изнеможения и говоришь возвратитесь цены человеческие фантастика да то тоже перевод на самом деле наверно хороший но он вообще говоря иврит естественно иврит тут сильный настолько что вообще с трудом можно уходить что что ты взял мера перевод не знаю я честно взял 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 стол дот на мой взгляд здесь у меня по моему для них переводить вот я только что взял перевод мера ты возвращаешь человека в прах когда призываешь верни здесь цены человеческие а правильно потому что вот то что написано дыхтив бетера марим елада до того как родились горы сарди да ты шеф и нож от дака ты возвратишь вот дака дака это вообще тоже посмотрел одно написано что это вообще уникальное слово редко или вообще не встречается в танахе дака я думаю что это дика он это 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 вообще это состояние это состояние нулевое то что мир перевел прах да они написали до изнеможения окей нам тут важно насколько я понимаю соединение двух вещей первое это состояние которое предшествовало вообще состоит мирозданию что образно сказано прежде чем родились горы и горы и создал ты землю это это первое и второе с этим напрямую связано тшува то что сейчас тшува связано с тем что господь доводит всевышний доводит человека до изнеможения оставим это пока что да на самом деле вот две вещи они дают возможность этому автору этой статьи а несколько они связать дает возможность это связать о том что тшува была создана да как бы доказательство того что тшува как понятие это нечто которое вообще предшествует созданию мира окей посмотрите дальше интересно он пишет идея тшувы как космологии да дальше это у нас начинается некоторая каббала содержит как он пишет несколько этапов а теперь смотрите возвращаемся к тому что у нас было физики движение из города а в города б только в рамках каббалы а именно что такое на куда аллах то такое . аллах на куда аллах это идеальное состояние а до этого нам говорили помните что я был состоянии аллах это было пиво первоначальное состояние и исходя из того что здесь написано мы понимаем что состояние идеально до чем дальше он продолжает и говорит какое состояние идеальная а это пасок олов книги брашит это перу посук книги брашит а именно начало стиха где написано Шамайм Ваарец. Он говорит, а Шамайм Ваарец это идеальное состояние. Это точка Аллаф. Там, там, где был человек. А что после этого произошло? А после этого произошло, дальше терминология кабалы, произошло разбиение сосудов. Балашона кабала, каббалистическая терминология. И дальше произошел хаос, который был написан. Второй стих говорит, А земля вдруг стала хаосом. А до этого все было замечательно. Был Шамайм Ваарец. Да? Хаос. То, что говорится в современном языке. А теперь, о, а теперь понятно. А для того, чтобы бесконечное, которое было в Никуда Аллаф, А где бесконечное, состыковывается с конечным. А это на Кудабет. Там, где находится человек. Это реальность, в которой он живет. Продолжим дальше. Дальше очень интересно. Дальше говорит. Осталось немного. Первым возвращается и объясняет. Так вот это вот исправление, которое называется процессом тшувы, возложено на человека. Почему? Потому что он Незер Абрия. Незер, я думаю, что это типа принц создания. Он, а, венец творения. Окей. Он венец творения. Незер Абрия, Омри Звия. И, а дальше очень интересно пишет. С одной стороны, он венец творения, а с другой стороны, он не доделан до конца. Вот поразительно. В каком-то смысле он не доделанный. Представляете, какая штука? С одной стороны, венец творения, с другой стороны, недоделанный. Как это получается? А дальше он пишет, что вот Ашлама, ну, приведение в совершенство или приведение в соответствие, да? Как Ашлама по-русски? Ну, пока я говорю, кто-нибудь... Восполнение может быть. Что-что? Восполнение. Да, восполнение. Восполнение. Совершенствование. Что? Восовершенствование. Восовершенствование, да. Восовершенствование. Да, вот восполнение. То есть, это игра на том, что до этого было слово разбитое, Швейрат Килием, а Ашлама, это когда разбитое становится полным. Поэтому Шалом, например, да, с одной стороны это мир, а с другой стороны это Шалем. И точно так же, как в скобках Иерусалим, да, это город мира, а с другой стороны это Ир-Шалем, это полный. Это понятие того, что мир, мир, это правильное полное состояние. Но это не важно, это нас уводит. Ир-Шалем, и так получается, вот это вот Ашлама, то есть, вот это вот доведение до совершенства в исполнении происходит все время, непрерывно. И вот это вот, вот этот процесс, вот этого доведения до совершенства или исправления, он возложен на узкие плечи человека. И именно на него возложено, да, исполнение мира, как сказано, ле-Таке ноламбы молхут шадай, в чем основное, в чем основная задача человека. Ну как, понятно, что? Исправить этот мир, дальше написано, это вот здесь Бет, это, на мой взгляд, такая же Бет, такой же Бет-загадка, как Бет в книге в начале Брешит-Бара. А именно, по-простому, исправление мира Царством Всевышнего. Или с помощью Царства Всевышнего. Или ради Царства Всевышнего. Это может быть и так, и так. Или превратить его в Царство Всевышнего. Ну да, да, но вот это вот Бет здесь очень похоже на Брешит. Итак, приходим как бы к выводу или к поясам, к концу. Мы заключаем, что время это движение. А движение, вот смотрите, сейчас за мной следите, потому что я на самом деле здесь, мне кажется, я понял правильно, но может быть не до конца, поэтому следите за мной и может быть вы поймете лучше меня. И дальше, какой вывод он делает? Время это движение. А движение обуславливает создание мира. А вот дальше есть кусок на иврите, который я сидел, довольно долго думал. Мне кажется, что я понял. Вот это тоже написано к дейши-е муса альт-нуа. Итак, время это движение, сейчас, секунду, скажу, как я понял, а движение обуславливает или ему необходимо создание мира. Зачем? Для того, чтобы мир покоился или был несен на движение. Вот здесь муса, муса, это, по-моему, от слова как бы нагрузка, движение. Может быть, но может быть это... Хорошо бы спросить автора. Вот это на самом деле у него как бы ключевой вывод. Муса, это, как это, сейчас, это грамматический тоже такой есть. Смотри, вот у него на самом деле здесь это вынесено, вот здесь это у него вынесено, как бы, ну, я не знаю, к эпиграфу или как бы к мото всей статьи. То есть это вот самое как бы важное. Понимаешь? Но вот как это перевести, как даже это понять, мне кажется, это вот то, что написано. Время это движение, а движение обуславливает или ему должно быть соответствовать создание... Это объект, вот это правильный перевод, да. Это не несение. Это тоже корень, но муса это объект. Это в грамматике употребляется, я не знаю, как в грамматическом смысле. Муса это страдательное, правильно? Это страдательное. Он должен... Ну, правильно, да. Это объект, в котором он должен двигаться. Ну, да. Без того, чтобы создать мир, нечему двигаться. Ну, то есть мир, 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 он в данном случае как бы в страдательном залоге, он на движении. Мир на движении. Окей? Хорошо. Объект, объект, объект движения. Потому что у Рава Кука, что движение. Ну, да, типа этого. Так вот дальше. Последнее. На самом деле, да. Согласуется с тем, что у Рава Кука, но это будет опять очень сильное упрощение, потому что это сложная очень идея, но она как раз говорит о том, что в полном совершенстве Всевышнего, поскольку оно полное, в нем как бы, как бы не существует возможности движения. И вот этот аспект мир восполняет, поскольку у него есть возможности движения, но зато он несовершенен. Окей. В этой системе есть и совершенство, и движение. Окей. Последняя фраза, которую он говорит, она тоже достаточно стума тоже называется. Она достаточно мало, то есть не открывается сто процентов, но тем не менее я ее перейду, как она мне представляется. Он говорит, что идея шувы, ну, имеется в виду шува, как весь процесс, который до этого описан. Он обязывает наличие, присутствие творения, потому что иначе этот процесс невозможен. Ну, да. Это он как бы... Вот такая статья. Мне, мне она очень, очень понравилась. Не потому, что она сто процентов понятна, а потому, что она как бы берет самые разные элементы, начинает очень простого физического движения из одной точки в другую. Вот эта вот движуха, эта движуха, она становится как бы не в одном направлении, а хотя бы в двух. И из двух это уже не просто два, а это может быть повторное движение, а потом нам говорят о том, что это движение было создано вообще, как, не знаю, основа нарождающегося мира, который, который будет на этом самом движении. И все это находится на узких плечах человека, который венец творения, но недоделанный. Окей? Господа и дамы, я, ну, если у вас есть вопросы, я надеюсь, что они есть, я пока не буду убирать этого текста, чтобы, если кто-то спросит, будут вопросы по тексту, чтобы я мог как-то более-менее сориентироваться и отбить. Да, есть вопрос по тексту, то есть, понятие движения, в какой момент оно появилось, почему оно стало необходимым, движение. Ага, да, да, вот здесь вот, Агдарататнуа, вот, и чуть выше. Он говорит, что Агдарататнуа, то есть, определение движения возможно только с понятием времени, а это, а время связано с сотворением мира. Андрей спрашивает другое, а почему нужно было движение? На этот вопрос у нас нет ответа. Мы видим, что так оно работает. Так оно работает, значит, необходимо. А? А, он сказал, нет-нет, он сказал, послушай, когда он говорил про Хаваяйнушит, то есть, про человеческое миробытие, он говорил, что оно не стати, оно динамия. Ну, правильно, да. Это некоторое основное положение. Да, а если оно динамия, то значит, есть тнуа, есть движение, а если есть движение, значит, есть время. А если есть движение и время, тогда у нас есть возможность различать между двумя точками, ситуациями. И тогда это позволяет человеку двигаться оттуда туда. Но вот я только хотел сказать, правильно ли я понимаю, что здесь как бы такая штука, что, смотрите, вот на мой взгляд, это очень близко, мне, во всяком случае, кажется, с понятием кидма. Кидма это еврейское слово прогресс. Хотя, как вы знаете, кедом это название сада эдомского, который насадили бекедом. И вообще, с одной стороны, есть кидма, кидма это прогресс, а с другой стороны, кодум это древний. Как бы странно получается. То есть, как бы получается прогресс в другую сторону. и это, кстати, связано с тем, что мы говорим в Рошана, а именно что то Рошана непонятное движение. То есть, перевод русский такой, обнови дни наши, как в старе. Ну, по-видимому, идея такая, раньше сидели на завалинке, все было классно. Натан, Натан, по поводу танохических значений, это целый отдельный урок, можно сказать, Кадима Вахура, это впереди, да, это сзади. Когда человек говорит, привести можно много очень примеров из пророков, когда мы говорим о будущем, мы говорим Кадима Вахура. А Харита и Мим, да, будущее время. По представлению древнего человека время идет туда, оно надвигается на меня. У нас просто сегодня произошло изменение представлений. И нам кажется, что мы лицом стоим ко времени. Можно это обсуждать почему? Может быть, потому что человек кажется, что от него много зависит, он может двигаться навстречу времени. Но у них была совершенно другая ориентация. Поэтому никакого продукта здесь нет. К Кадима это раньше. Все-таки сказать, что это чисто представление древнего человека, которые естественным образом современной наукой подправились, я думаю, что это... Нет, здесь не наука. Не наука. Ты находишься в потоке времени, ты к нему лицом стоишь к будущему, или ты к нему стоишь спиной к будущему. Древний человек представлял себе так, я не вижу то, что будет, я вижу только то, что прошло, и у меня движется время, да, убегает из будущего, и я смотрю, что происходит сейчас, да. А сегодняшний человек, у него совершенно другое представление, ему кажется, что он может предсказать будущее, что может его определять будущее, и поэтому Кадима в современном языке это значит будущее, это поменяли значения, но это вскоре. но то, что здесь автор, то, что автор, он изначально закрепил, да, точку Алла, точку Алла, да, изначальную точку, и, по-видимому, это точка, которая, ну, грубо говоря, выше точки Бет. Да, я тоже хотела добавить, что это не просто движение ради движения, это, есть утворение, цель, которую оно должно достичь, и вся история, это все время, которое всевышний сотворил, оно дано человеку для того, чтобы продвинуться к этому вот конечной точке. Ну да, но тут получается это продвинуться, в смысле возвратиться. То есть, когда человек даже делает какой-то, ну, совершенно простую шуву, да, человек сделал какое-то согрешение, там, не знаю, запрещенные сексуальные связи, и вот, значит, он сделал шуву, все, больше так делать не будет, и ему опять раз появилась такая возможность, и он сказал, нет, в этот раз я делать не буду, вот он сделал шуву. Как будто в этот момент, совершая какое-то совершенно, ну, я не знаю, личное, оторванное от мироздания поступок, получается, что в каком-то смысле возвращается в первый стих книги Брешит, Шамай Мвеарет, потому что, когда он совершил, как бы, вот это преступление, он перешел в полосу, которая называется точка Бет, которая называется То Ва Ва. Но я еще хотел заметить, что Хазараби Чува это современное выражение. Вообще, его не было, оно в наше время не образовалось. Чува, конечно, очень известное понятие, а вот Хазараби Чува не было. Но, тем не менее, это очень заметно, что да. Можно еще что-то добавить, или вы меня, я вам уже надоела. Да. Дамы и господа, вот в основном, как бы, был такой вот диалог с краплениями, а кто-то что-то хочет сказать? Вот я хочу сказать, если ты не возражаешь, это не будет уже полемическое, а просто добавление занятное. Литакену Ламбу Макхудшадай, то он сказал, по поводу этого имени Шин Далит Юд, в Гемаре говорит Рейшлакеш, что это означает, это имя? Это тот, кто сказал своему миру достаточно. Ше, дай, так, что сказал достаточно, дай. То есть, в какой-то момент Бог творил, творил мир, довел его до какой-то точки и сказал, дальше не надо, остальное пускай человек доделает. Приблизительно так. Но что интересно еще в связи с этим, если мы посчитаем гематрию слова Шадай, то оно получается 314. То есть, как бы, здесь есть намек, на какую нам всем известную константу, пай, пи по-русски, да, 3416 и так далее. То есть, есть паразитный факт, например, когда говорится о построении храма Шлома, что он сделал там такой сосуд большой, называется море, да, и соотношение между его диаметром и его окружностью там указано, и оно равно трех. То есть, получается, что в храме пи было равно трех. А Бог сказал, не надо, не надо, оставь все четырех, да, небольшую разницу, чтобы человек этот мир мог довести до совершенства. Окей. Может быть, это как-то связано с тем, тоже с загадочной фразой, в которой сказано шуву, да, адашем. Это слово тоже ад, ад, оно не, то есть, есть какая-то граница, сделайте шуву, возвращайтесь, но сказано адашем илокейха. И ад тоже непонятно, так, по простому смыслу, такое впечатление, что есть, как бы, есть граница, есть гвуль, сказано адкан, досюда, а дальше уже не можешь. Мы как раз в наших главах, да, в 30-й главе, там, этот первый этап шувы, сначала адашем илокейха, а потом там какой-то другой предлог, это уже окончательный этап шувы. Эль ашем, эль. Да, по-моему, эль. Да-да, я хотела проверить, чтобы точно не ошибиться, но мне кажется, я точно не ошибаюсь. Ну, во всяком случае, то, что вот мы посмотрели, да, нельзя, конечно, отрицать, что нет совершенно понятия, то, что переводится русским словом раскаяния. Да, конечно, раскаяние, в том смысле, что человек, вот этот вот процесс, я не знаю, начало движений из точки Б в точку А, да, либо вообще вот этот вот процесс, который сопровождает вот это вот из точки Б в точку А, раскаяние, да, конечно, в этом есть что-то, человек как бы в смысле осознания, взятия на себе дальше, больше этого не совершать, это понятно, но тем не менее, мне было как бы, ну вот мне было очень важно показать, что понятие отшивы это гораздо более емкое, это вещь, которая связана вообще с мирозданием, это как бы основа движения всего мира. Окей? То есть, получается, отшива предшествовала творению в том смысле, что отшива как встреча, да, чтобы состоялась встреча, должна быть разлука, и потом было творение как отдаление вот этих двух точек на расстоянии для того, чтобы потом произошла тшива, то есть, я тебе скажу совсем просто, тшива это движуха, без движухи мир невозможен, все, ну, это, это, по-видимому, основное. Ну, примитивно, потому что двигаться можно в разных направлениях. То, что он написал в статье, это движуха. Нет, но он имеет в виду в позитивном направлении движения, а не в любом. Это совершенно очевидно, по-моему. То есть, есть некоторые, мы не знаем точно, что это за позитивные, мы можем пойти налево, можем пойти направо, ошибиться и так далее, но то, что в принципе есть позитивное направление, в котором действительно нужно двигаться, это как бы... Да, но если что он говорит о повторном движении, Значит, исходя из тех точек, про которые он сказал, ну, хорошо, человек находится в точке Б, это точка, ну, как бы, еруда, это точка низкая по отношению к идеальному. Окей, сделал Чуву, поднялся в точку А, но для того, чтобы было повторное движение, должен опять как бы упасть в точку Б? Ну, я так всегда понимал, что Чува – это момент разворота, когда я осознал, что я двигаюсь, отдаляясь от Всевышнего, и тогда я понял и повернулся обратно и начал приближаться. То есть, вот это вот как раз разворот. То есть, я повернул на правильный путь возвращения. Мне кажется, Чува все равно начинается со слова, которое задает Всевышний «где ты?», да? То есть, а где твоя точка? Ты в А или В? То есть, где ты? Вот именно то, что задает Всевышний вопрос Адаму изначально «где ты?», а дальше уже Адам выносит себе приговор, оказывается, он «я нах», и он тут спрашивает «а кто тебе об этом сказал?». То есть, здесь идет вот такая вот утроительность. Ну, это в любом случае движение, в любом случае… 100%, да, это очень хорошо, это очень хорошо. Кроме того, в примере, который вы привели, да, но это известно, там написано «аека». «Аека» – это больше «как ты», а не географическое «где ты». Географическое «где ты» – это «эйфуата», а «яека» – это от слова «эх». «Эх» – это «как». Это «как» ты вообще, в каком состоянии… А может, как раз вот это «а» и «е» – это «танахическое «где»?» «Аха» – это «ты». «Ах, ты» – да. Андрей, я вот подумал о другом. Сейчас два соображения попробую очень быстро. Допустим, мы когда-то давно очень обидели человека. Сейчас жалеем об этом, хотим это исправить, так сказать. Но понятное дело, сейчас-то мы другие. Сейчас-то мы знаем, что после этого последовало. Сейчас-то мы знаем, как человек побледнел, как ему стало плохо тогда. А ты попробуй окажись в том же состоянии и поступи по-другому. То есть, получается, что мы должны в какой-то степени вот это вот «лорэбет» туда…» Он про это говорил. Точки должны быть разнесенные, правильно, да. Да. Да, должны стать такими же незнающими, как тогда, как в тот момент. Менее мудрыми, чем мы есть сейчас. Либо оказаться в схожей ситуации, либо оказаться в схожей ситуации. Да, не зная того, что мы сейчас знаем. А второе – это вот про, ну так, немножко более такое метафизическое. Это просто хотел напомнить недавнюю лекцию Рава Файермана насчет четырех мудрецов, которые вошли в Пардес. Что это было с целью вернуться во времена Ганеден и исправить или не допустить грех Адама. То есть, получается, что такое возможно. И мы можем даже поставить перед собой задачу, например, а не можем ли мы сделать такую тшуу, чтобы стереть грех разведчиков? Да, конечно. Вот, пожалуйста, эти поселенцы, которые приезжали сюда, малярины, болоты и все. Твои покорные слуги, которые приехали отсюда вообще в 80-х годах из России. Ну, вот мы все исправляем этот грех разведчиков. Совершенно правильно. Абсолютно. Да? А те, кто злословят на землю Израиля и не хотят сюда приезжать, и оправдывают это тем различными этими, они повторяют грех разведчиков. 100%. Нет, но исправить его так, чтобы не было тех, чтобы исчезли те плохие исторические последствия, которые произошли из-за того греха. Как эффект бабочки. Вы, Саня, смотри, я тебе скажу, с моей точки зрения, ну, как бы, понятно, да, у меня такая, ну, скажем, грубо-сионистская позиция. Мне кажется, эти последствия, они прошли. Потому что, если ты говоришь во времена разведчиков, у них была дилемма, они не понимали, нужно идти, не нужно идти, будет хорошо или плохо. Сейчас эта дилемма, она снята с повестки дня. Просто государство Израиль, это осуществившийся факт. Все. Все остальные выстраиваются по отношению к этому факту. Но, как бы, его отрицать уже невозможно. Все. Ну, понимаешь, можно, это до этого можно было говорить. Спуститься с неба, не спуститься с неба. Придет ковер, перенесет нас туда. Все. Ну, как бы, те, кто сделали историю, они сделали эту историю. Все. Все остальные поставлены, пересвешившие все факты. Вот и все. Окей. По-моему, так. Да. Господа и дамы, кто-то хочет что-то сказать? Вот маленький вопросик. Значит, как бы, это нас в своевременной философии рассматривали такую ситуацию. То есть охотник, стрела, он пускает стрелу, стрела летит. Как раз-таки это процесс времени. Вот именно четко привязывали, что процесс полета стрелы – это начало процесса отчета времени. Но охотник не знает, куда попадет его стрела. Соответствующим образом стрела может убить оленя, значит, охотник хорошо покушает. И стрела может попасть именно соответствующим образом в друга охотника. Значит, охотник совершает плохой поступок. Вот именно разделение времени и начало поступки – это, значит, пуска стрелы до момента, когда этот поступок фактически совершится. Вот именно с этой точки зрения человек как бы… При этом человек как бы не может контролировать конечный результат именно за счет процесса времени, чего же он получит. С точки зрения как раз-таки именно… А вот именно с точки зрения исправления ошибки. Исправление ошибки – это, значит, каким-то образом я могу контролировать этот результат, который получаю. То есть именно, в общем, вот так. Вопрос именно заключается в том, что насколько соответствуют эти философские постулаты именно тому, что вы сегодня говорили. Это очень сложный вопрос, кстати, потому что по нему есть разногласия в Гемаре. То есть есть разногласия именно не в философском смысле, а чисто практическом. Когда человек делает какое-то действие, есть у него прямо название такое «хицо», то есть его стрелы. Когда он не непосредственно что-то делает, а именно стрелы. Через посылание стрелы. Не имеется в виду конкретно стрелы. А это может быть выключение газа там в субботу, чтобы он перестал течь в плите. Или миллионы разных других вариантов. Насколько человек отвечает за это или не отвечает, это разногласия. Я не хочу в это вдаваться подробно. Но всем понятно, что вот это время, которое разделяет, оно может что-то изменить. То есть образует разрыв между началом действиями и его результатами. И в какой степени человек ответственен за это, это большой вопрос. Но даже если ты формально неответственен, я думаю, что как раз это некоторый этап взросления человечества, что он должен понять в какой-то момент, что даже если формально ему считается неответственным, тем не менее, мы сейчас должны более осознавать возможные последствия своих действий. Потому что, так сказать, ребенок, он пока в момент взросления, он еще не очень осознает, что к чему может привести. Там избегаешь сроков, не поступишь в институт, будешь дворником работать. Да, мамочка всегда говорит. То есть ребенок понимает, что для того, чтобы, так сказать, был результат, нужно определенные действия делать и делать их определенным образом. И чем человек взрослее, тем это ему более понятно. До конца никогда не понятно. Потому что иногда мы хотели, как говорил Черномердин, прекрасно, хотели как круче, а вышло как всегда. Но вот эта проблема, мне кажется, тоже стоит перед человечеством. Более осознавать последствия, ответственность за свои действия. Ну вот именно исправление шувы, как именно... Да, понял. Ага, то есть шува, это именно все-таки... Ну то есть еще вот так, уточняю. То, что я спросила, это имеет какое-то отношение к шуве, или это какое-то иное понятие? Вы говорили какое-то что-то нахоженое. Мне кажется, нет. Может, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Мне кажется, нет. Это не имеет отношение к шуве. Но к вопросу ответственности, это, мне кажется, имеет значение. Потому что вот это время, оно как бы нам чего-то... Время дает нам возможность шувы, да? Да. Это то, что говорил автор статьи. А вот Тимофей еще что-то хочет сказать. Мы можем его выслушать? Да, конечно. Да, если есть минутка, хотел уточнить. А, конечно, почему нет? Попробую сформулировать мысль. Вот, как я это вижу, процесс создания творения. То есть Всевышний создал творение, и уже в самый момент, в самый начальный момент, смог его полностью нацветить своим светом, скажем так. Но здесь не хватало одной важной детали. Как бы творение получало свет Всевышнего без какого-либо инициатива со своей стороны. Это нужно было исправить. Ну, там приводилось понятие Шеверат Келим. Соответственно, надо сделать так, чтобы творение снова вернулось в это же состояние, но уже вследствие какого-то своего собственного свободного выбора. Вот можно ли говорить, что шува как бы и есть тот инструмент, при помощи которого это осуществляется? Я не думаю, что Шеверат Келим это выбор. Как вам кажется, Андрей? Шеверат Келим это механизм, который работал и работает как бы постоянно. Это разворачивается в истории неоднократно. Это когда Всевышний хочет дать чего-то человечеству или народу или что-то, а мы не в состоянии еще не подняли... Достаточно уровень, чтобы это переварить. Мироздание народа или человека. Он получает очень много, и он с этим не справляется. Например, в шестидневную глину мы получили неожиданно огромные территории, которые на самом деле наши исторические, самые важные для нас в историческом плане, в плане традиций территорий, которые сейчас называются, да, в Шамроне, захваченные территории, освобожденные территории, неважно. И что? Возникла группа энтузиастов, которые строили тут поселение, там поселение. Большая часть народа не осознала какой-то великий подарок, и что это можно освоить, это можно заселить. Целиком реализоваться на этой территории. Это называется, что мы не смогли правильно реализовать то, что нам дано. Это постоянно бывает. То же самое случалось и с грехом золотого тельца. Получили Тору и сразу же разбилось. Когда мироздание получает больше, чем оно возможно переварить. Но это постоянно повторяется. Тем не менее, мы все время совершенствуемся как-то в своем понимании, чего Бог от нас хочет. В моральном смысле, да, как нужно относиться друг к другу. Это то, что Бог от нас хочет, чтобы мы научились правильно функционировать в этом мире, то есть сохранять мир, сохранять отношения между людьми, правильно строить и так далее. Это не всегда получается. С землей из ралей тогда. Вот этот шевератский лимон, это не выбор, это просто неспособность, я так думаю. Если Андрей со мной не согласен, то я охотно... Мне кажется, важно, нам трудно очень понять эти символические или аллегорические представления, которые пытаются как-то обобщить какие-то духовные состояния. Ну, я же, по-моему, привожу пример конкретный. Про землю я понял. Сейчас же не я, про землю я понял. Я хотел сказать такую штуку, что меня в этом поражает, что в гудаизме отводится очень важное место несовершенству. Несовершенству, недоделыванию и, как следствие отсюда, задача по восполнению этикуна. Совершенно верно. И это и бритмила, и это вообще все движение человека. Вот это вот... Потому что обычно, как бы... Ну, я не знаю, я сейчас влезу в область, которая не специалист, но так по внешнему взгляду. Не знаю, ну, вот восточные, скажем, культы религии, да, вот peace and love. Человек находится где-то в верхнем мире. То есть, это все как бы идея такая, что находишься в каком-то таком искусственном совершенном состоянии. Но вот здесь, вот здесь, мне кажется, это сердце гудаизма. О том, что оно говорит, человек несовершенен. Мир несовершенен. Все время происходит швират килим. А если этого нет, то тогда работать не над чем просто. И все, она сидит кайфовая. Совершенно верно. Окей. Я рад, что я... Смотри, я помню понятие швират килим из Рава Ашлага, да, что вначале есть вот небо и земля, и все. И земля вот эта, она предельно отделена от неба. То есть, как ты говоришь, есть люди, которые сидят в peace and love, да, а есть люди, которые в каком-то нехорошем состоянии, неприятном, но те, которые в peace and love сидят, они не хотят о них знать. И поэтому нужно разбиение сосудов, чтобы все смешалось, и чтобы свет таким образом дошел до более отдаленных точек, для того, чтобы у них была возможность вернуться. То есть, швират килим это как раз условия для отшувы, то есть, и как сказано, если бы там не было греха разведчиков, если я не ошибаюсь, то у евреев были бы только пять книг Тора и книга Иошуа, да, то есть, они бы вернулись и пришли в землю, там все исправили, все. А тут, как бы, постоянные какие-то обломы, 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 которые приводят к увеличению книг, к увеличению, в конечном счете, тропинок для возвращения более отдаленных областей реальности. Смотри, мне, опять, мы даже туда и в принципе не пойдем, потому что это сложно и очень непонятно, но мне кажется, вот основные, как бы, элементы, которые мне, во всяком случае, понятны и близки, о том, что божественный свет, либо, можешь сказать, присутствие Всевышнего, его проникновение, как бы, если схематически говорить, проникновение Всевышнего или наполнение Всевышнего этого мира, это процесс, который связан с Шверат Келим. То есть, казалось бы, гораздо более разумно предположить, что все, что связано со Всевышним, ну, это мы, твари земные, у нас все несовершенствование, сегодня идешь, завтра, не дай бог, упал, и так дальше. А Всевышний, когда он приходит, знаешь, Лавдиль, в белом венчике из роз, правильно, все должно быть писан Лавдиль, должно быть пушистое, должно быть все классное, красивое, понимаешь, все наполнено светом, все совершенно замечательное, понимаешь, а на самом деле нет, ну, ты смотришь, что вообще проникновение Божественного Луча, Кэрен, связано с Шверат Келим, вау, Шверат Келим это делает опять, Лавдиль, это понимаешь, когда входит там, я не говорю, словом в посудной лавке, да, ну, что-то типа этого, какой-то человек, который не умеет обращаться вообще с материалами, а здесь творец вообще, создатель всего, его, как бы, не знаю, его действия приводят к Шверат Келим, как такое может быть, вот это вот, Мазл сделал, была картина хорошая, взял ее, это сам, разделил ее на эти самые квадратики, и теперь продают ее за большие деньги, потому что, ну, да, детям нужно же эти квадратики собрать, снова на настоящий картик. Понимаешь, в этой статье было написано, в первом стихе полный кайф, шамайен ве арыц, писан глав, а второй стихе говорит, того вову, какого хрена вообще, откуда того вову? Хороший учитель такой способен вообще. Ну, наверное, это все-таки слишком прям разрушить. Он ему отобьет нос, и скажет, нос тут никуда не годится, сделай нос новый, а то, чтобы совсем разрушить. Хороший учитель подойдет, посмотрит и скажет, отойдет и скажет, в этом что-то есть. Он же как поддержит ученика, нет? Ну, смотри, что-то есть, а нос неправильный. продолжим твою идею. Беседа, разбил, взял молоток, разбил. Это потом. А ты склеивай. А, он говорит ученику, а ты склеивай. Ну, смотри, ну, тут тоже как бы, не знаю, с другой стороны, как, что основное может дать учитель ученику? Ну, как бы, ашра называется, мотивацию, понимаешь, чтобы что-то делать. Если учитель смотрит на учителя, например, учитель говорит ему, вот смотри, как я сейчас буду делать, да? Вот, смотрите, как фокусник, у него все складывается, так замечательно, классно и все. Ученик говорит, вау, я тоже так хочу. Он говорит, нет проблем, иди ко мне, иди коучинг, я тебя научу, все будет склеиваться. А мы смотрим на Всевышнего, который нам говорит, да у меня у самого вообще начался шамаем варс, вдруг получилось то, во-во-во-во, я к вам иду, а тут килим разбивают, что делать-то вообще, не знаю, ребят, вы склеивайте, помогите мне как-то. Тогда откуда появляется идея о том, что, как бы, человек, он, как бы, такой шутав, компаньон вообще, творца, и начинаешь понимать, откуда вообще растут ноги у этого понятия, они растут именно отсюда, потому что иначе, как бы, настоящего собеседника нету, иначе, это как бы все игра. Окей? А вот, Виктория, там есть поднятая рука. Есть поднятая рука. Виктория, мы вас слушаем. Я хотела про клану спросить. У нас есть еще клану дискуссии с Димой или на следующий раз? Сейчас, секунду, да, Виктория подняла руку. У нас все, кто поднимает руки, мы дико радуемся, даем сразу возможность спросить. Э, Виктория, алло? Да, я, да, хорошо меня слышите. Замечательно. Вот, я хотела сказать, что корень у всего и у мироздания, и у тшувы это человеческое желание. И я думаю, что изначально нужно совершенствовать желания свои, а ничто лучше, чем изучение не поможет нам усовершенствовать свои желания. Как думаете? У меня пришло правильно совершенно, конечно. Это то, что в Каббале, если мы говорим о Каббале, Каббале называется Сомкетер, да, воля. И она, как бы, источник всего. Да, Всевышний создал желание наш мир, как бы, и вот мы своим желанием, какое оно, мы творим этот мир. Вот так. Спасибо. Сто процентов. Желание навелить, это тоже, вот учите иврит, ну, то есть, как бы, в русском тоже очень много, я не против, да, Достоевский, все, пятое-десятое, сказал, фоерман всех поднож, ну, не важно бы сэда, но я хочу сказать, что хэшик, хэшик, это супер, хэшик, это страсть, это желание, это может вести туда, и туда, это, мы сейчас идем к тому, что человек, но есть несколько слов, и в разных ситуациях они употребляются, мы сейчас далеко заедем, человек, человек, по-простому, это желание, рацион, а кроме того, есть еще и другие, человек, человек, это субстанция, которая создана с двумя полюсами, я не знаю, плюс или минус, но что-то типа этого, ну, почему нет, двоюдо, вот эти двоюдо, вот это вот, это движение между одним и вторым, это одна точка, и другая точка, если бы не было, если бы не было, вот возможности вот этого движения, да, тока бы не было, откуда тока-то, но есть плюс, есть минус, то не было бы точки А, и точки Б, по-видимому, такая идея, если бы человек, это одна точка зрения, представляете, машина, когда машина в позиции нейтраль, она стоит нейтраль, она не двигается, не двигается. Там есть две точки зрения в гемаре, одна точка зрения, что он с двумя плюсами соток, а другая точка зрения, что у него было два лика, да, мужской, женской, и потом разделено, поэтому, философы, философы, послушайте, какой у них лик, с этой другой, нет проблем. Секунду, это другой вопрос, я хочу сказать, что у философов, поэтому есть сложные философские, так сказать, определения по поводу того, с кем человек ведет дискуссию, с кем он борется, внутри себя или со своим ближним, а вот жена, это как бы пример ближнего, который разделит, поэтому, где главное движение происходит, или человек создает, внутри себя у него раздирают эти самые его страсти, и он борется с самим собой, или он находится в диалоге со своим ближним и строит свои отношения. Это очень интересно, то, что ты говоришь, но это еще на следующие полтора часа. Это я просто к слову говорю. Все то, что мы обсуждаем. Вот это, между прочим, тоже динамика, построение взаимоотношений с нашим ближним. Если смотреть дальше, то, по-видимому, есть понятие. Одно дело, чува, это чува индивидуальная, с другой стороны, может быть, чува на уровне общественном, то есть, вот это социумно-отношение, а может быть, чува национальная, а может быть, чува национальная, правильно? Конечно, конечно. Да, чува умеет. Мы сегодня говорили о чуве, как чува индивидуальная прежде всего, да, потому что каждый из нас предстает, как Рафшерки говорит, да, ты перевела, кстати, овцы, правильно? Я два раза зачитывал этот чек, который сказал, делалось овцы, а потом сказал овцы. Но вообще-то это бараны, но вообще-то это бараны, квасим это бараны. Ну, просто по-русски сказать, что перед Всевышним в Росшана все проходят как бараны. Ну, я сейчас так берешь, такой первый скажет, нет, я не баран. Поэтому, ну, хорошо. Окей, поэтому мы говорим как бы об индивидуальном. Но вообще, действительно, конечно, есть понятие, понятие, не только индивидуальное чува, а есть понятие чува лиуми, это понятие национальное. Ну, по-моему, я сегодня как раз говорил про чува. Да, да. И, в общем, эти вещи параллельны, конечно, и индивидуальные, и эмоциональные. Одни и те же задачи настаёт. Ну, как бы, всё от нас зависит. Окей, мы приближаемся к окончанию нашего занятия, правильно ли? О, барашки. А, Хесседж написал, барашки достаточно нежные. Ну, хорошо, да. Да, есть ещё тоже, да, есть на иврите, это перевод с английского. Как это ж, Тикат Аквасим, молчание этих овец, правильно? Если они проходят, ну, так мычат туда-сюда, в общем, там много есть, много чего, да. Окей, как Бнеймаром, как Бнеймаром, как Бнеймаром. Но есть такое понятие. Ну, там тоже есть несколько, не все говорят, что это не середово. Да, 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 да. Там тоже там написано Бнеймарома, это непонятно. Бойны Давида, там и так далее. Да, 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 да. Маромы-то может быть что-то высокое тоже, то есть они проводят, на самом деле, так гордо идут, но в общем, в каком-то степени такие гордые бараны. Ну, неважно, это мы далеко зайдём. Гордые бараны. Окей, господа и дамы, мы как бы заканчиваем наше заседание, я думаю, мы как бы продумались, пообщались, было очень замечательно, пообщались. Ну, и надо сказать Шанатува, правильно? Шанатува, Химатува. Шанатува. Да, есть очень замечательные поздравления, когда говорится о том, что мы надеемся, что всё, что было плохое, останется в году, который уходит, вот, а в году, который идёт нам на встречу и приближается, днём будет только хорошее. Это совершенно замечательное как бы пожелание, вот. Я желаю всем, всем нам, чтобы все спасибо, спасибо, спасибо. коротствия, неспокойствия, несчастья. Спасибо Натану. Все эти проклятые карантины. Уже, по-моему, не осталось ни одного, как бы это сказать, более-менее ни одного в своём уме мудреца Терре Равина, который бы говорил о том, что вообще этот ковид с тем, чтобы люди обдумались, сидели дома, уже как бы все понимают, что это дикая трагедия и вообще какая-то катастрофа, которая надвинена на человечество. Пускай это уже останется в том году и как можно быстрее уйдёт в наши глаза. Окей? Мишатер, всё, всем счастливого и до свидания. Шанатова. Пока, пока, пока. Спасибо.